Сил, бодры и хотят получать достойные пенсии. А пенсии маленькие. Пенсии маленькие, и поэтому, когда в 2010 году принимали решение, то, собственно, и поделили пенсионеров, условно поделили, на две части. Это те, кто заработал свой основной стаж в советское время, им негде накапливать. У них уже никаких корпоративных... То есть они обречены. И корпоративных, и добровольных систем не будет. И с ними государство, а их 40 миллионов человек, так на минуточку у нас. 40 миллионов человек. И государство должно определиться, у этих людей, какой достойный уровень пенсии. И это спор, и это будет спор всегда, потому что фискальные ведомства обеспечивают дефицит. Работодатели воздерживаются от дополнительной нагрузки по понятным причинам и аргументам, которые здесь прозвучали. А мы, как ведомство, которое защищает интересы граждан, должны найти тот компромисс. Татьяна Алексеевна, давайте поговорим об этом чуть более подробно. Вот эти 40 миллионов человек, у которых нет возможности увеличить свою пенсию, как я понимаю. Изначально... Пенсия составляет 9300-9500. Что такое 9300-9500, если переводить в категорию, о которой мы говорили в первой части передачи, прожиточный минимум пенсионера. Прожиточный минимум пенсионера за среднегодовой, за прошлый год, 2011, составил 5000 рублей. Вследствие ваших предложений, у них пенсия вырастет, у этой категории людей? Мы последовательно придерживаемся того, чтобы пенсия этих людей индексировалась в установленном порядке с некоторым опережением инфляции. И мы заявляли изначально, что мы должны им обеспечить от двух до трех прожиточных минимумов к 2020 году. И мы пытаемся этого придерживаться. Но это тоже вызывает сейчас вопросы экспертов. Потому что некоторые эксперты, вот те публикации, о которых вы тоже упомянули, говорят о том, что мы должны обеспечить прожиточный минимум с некоторой индексацией. Вот это меня страшно пугает. Потому что мне бы не хотелось, чтобы мы все брали на себя ответственное решение по поводу того, чтобы обречь наших людей на 5000 рублей, помноженные на 6% инфляции. Игорь Юрьевич, ну вот 40 миллионов человек, у которых нет возможности увеличить свой доход, свою пенсию. Вот ваше предложение перевести все в накопительную часть. А вот эти людей разве не лишит... Подожди, одну секунду, Максим, я оговаривался. Надо определиться, с какого-то года это мы будем делать. Мы же это не завтра делаем. Возраст пенсионный будет расти. Это уже абсолютно точно в актуарных расчетах есть. Мы не можем не сделать. Вот я думаю, что Татьяна Семеновна в своих записках уже, безусловно, обозначила тренд, к какому-то году женские пенсии. Женщина должна выходить на пенсию, приблизительно даже когда и мужчина. В 60, а потом это будет расти. Из-за той тенденции, которую вы описали. Я не про это говорю. Как вы получили 40 миллионов человек советских пенсионеров? Значит, во-первых, 40 миллионов человек советских пенсионеров и людей, которые в основном там заработали. Вот, например, это я. Потому что я накапливаю. Накапливаю довольно много. Я зарабатывал, так сказать, вполне прилично. И все это сдавал. Но, поскольку я родился до... Субтитры сделал DimaTorzok